Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Ты чё, еб...? Что ты там делаешь? Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео расскажу и покажу вам, как можно переносить макросы с одного персонажа на другого. Также покажу, как это можно делать в рамках разных учётных записей. Знаю то, что на текущий момент многие люди делают себе новые учётки с целью того, чтобы в ТВ поиграть, поэтому вопрос довольно-таки актуальный. Начнём же. В рамках видосика я буду переносить макросы с ДК на друида. Зайду для начала на ДК и покажу, что вообще за макросы имеются на нём. Макросы делятся на два типа. Общие макросы для всей учётной записи, абсолютно для всех персонажей. И макросы, привязанные к персонажу. Тут у меня макрос ещё с Shadowlands, когда дали возможность смены ковенантов без кого-либо штрафа. Я сделал макрос себе абсолютно на все вспомогательные кнопки. Это было полезно и удобно. Также другой макрос, который был на боевые кнопочки различные. Давайте просто создадим какой-нибудь, потому что их тут 18. Сделаем чуточку побольше. К примеру, Jigs. Назовём его как-то так. Slash. Use или Cast. Это предмет, поэтому Use. Jigs. И пусть он просто висит. Хорошо? То есть 19 макросов. Мы это запомнили. Теперь зайдём на друида. Открываем макросы на друиде, конкретно те, которые привязаны к персонажу. Видим то, что имеется один единственный макрос на какую-то вообще точку. Непонятно когда, непонятно зачем я это делал. Но окей. То есть тут один макрос на ДКшке 19. Далее что мы делаем? Мы выходим с этого друида и отправляемся в корневую папку Варкрафта с целью того, чтобы перекинуть абсолютно все макросы. Мой компьютер. Диск C. Папка World of Warcraft. В ней папка Retail. Открываем её. Далее папка VTF. В ней хранятся абсолютно все наши настройки. Далее нам нужно открыть папку под названием Account. Далее мы открываем тот аккаунт, на котором мы играем. Далее мы открываем Realm, на котором мы играем. Далее мы отлистываем до того персонажа, который нам нужен. В моём случае это при ADK, потому что я именно с ADK буду копировать абсолютно все настройки. Открываю эту папочку. И меня интересуют два файла. А именно macros cache. Их я выделяю. Их я копирую. Далее я открываю своего друидика с никнеймом NoFeed. Открываю его. И вставляю эти два файла. Ставить. Заменить. Таким образом мы получаем те файлы, которые имеются конкретно на ДК. Теперь мы заходим на друида и проверяем, работает это или нет. Открываем наши макросы. И чекаем конкретно персональные. Вот они. Абсолютно все. 19 штук. Таким образом мы можем копировать макросы с одного персонажа на другого. И по факту точно так же мы открываем ту папку того персонажа, в которого нам нужно засунуть какие-либо макросы. И с помощью этого способа, с помощью этих двух файлов, мы перекидываем все макросы, которые у нас имеются. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.